Традиционное первенство по баскетболу среди воспитанников Икара ежегодно проходит в дни весенних каникул. Юные спортсмены оттачивают навыки бросков и ведения мяча, учатся работать в команде и подмечать сильные и слабые стороны противника, а также готовятся к выездным соревнованиям. У нас была такая тактика, чтобы кто ближе к кольцу, тому отдавать мяч, чтобы он старался забивать. Ну и кто сильнее играет, тот больше будет вводить мяч. В отделении баскетбола Руслан Зяблев пришел полгода назад. Здесь важна не только сила и ловкость, но и умение быстро принимать решения, выстраивать тактику игры, считает мальчик. Ответственность за ход состязания и выбор сильных игроков лежит на капитане. Алексей Блихарский с этими задачами справляется легко. Баскетболом он занимается пять лет. Ребята, я выбирал команду, выбрал, надеюсь, самых сильных. Не знаю, из другой команды были люди. Но еще не играли, сейчас и будем играть. Сложно ли быть капитаном? Что надо делать? Ну, ты несешь ответственность за всю команду, несешь ответственность за передачи, за броски. Спортсмены играют четыре периода по восемь минут с большим перерывом. Каждая команда выбирает себе название. Во второй день состязаний за звание лучших боролись команды «Апельсин», «Икар-2» и «Саров». В упорной борьбе победил «Икар-2», обойдя игроков «Апельсина». В первый день соревнований состязались старшие воспитанники «Икара». Соперничали команды, старались, было интересно. Хотя они играли между собой, но все равно соревнования есть соревнования. Две команды у нас стали победительницей. Первое место заняла команда «Парис-Саров», второе место – команда «Икар». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».